Добрый день, коллеги. Во-первых, большая благодарность организаторам за приглашение на этот замечательный семинар. Но поскольку это школа, я постараюсь максимально популярно рассказать о том, о чем я хочу рассказать. Название на экране. Сначала немножко о звуке. А, ну это вот план фликции. Итак, мы делим. Ну немножко об акутике. Ее условно можно разделить на инфразвуковые пустынчики волны, которые мы с вами не слышим, но ощущаем. И иногда даже очень болезненно. Далее, это обычно звуковые пустынчики волны, которые мы как раз прекрасно слышим. И понятно, что за все время цивилизации, которые мы слышим, то, что нам как бы положено слышать, что опасно, по нашему мнению, чтобы мы могли общаться и так далее. Ну и, наконец, есть третье. Это ультразвуковые волны, которые мы вообще не слышим. Правда, дельфины слышат. Какие это явления? Это может быть образование трещин, это кривиционные, аэродиномические и так далее. Хотя некоторые мы тоже можем слышать, но в основном все-таки не слышим. Вот, собственно, вот именно эти явления, которые находятся на ультразвуковом уровне и относятся, называются к акустической эмиссии. Вообще, вот опять же, если говорить о природе, вот мы до сих пор все, вот все вот эти звуковые сигналы, которые видим, мы, допустим, двигаемся тормозом. Вот сразу же у нас инститивно надо бежать. Или там гудок автомобиля, или еще что-то. Вот это все предупредили. Но вообще, это очень резкие сигналы, а вот если они не резкие, что вообще, говорю, вот есть вот некоторые звуки, что с этим делать, как это расшифровывать, какую информацию это может дать. Ну вот, попробуем об этом и поговорить. Вообще, если говорить об истории именно метода акустической эмиссии, хотя еще раз хочу сказать, мы всегда знаем, что это есть, допустим, дерево трещит, или там по льду идет, идет трещит, хруст снега и так далее. Все это акустические явления, которые мы все-таки слышим. А вот то, чего мы не слышим, это издают материалы. И история относится к началу 50-х годов, когда немецкий учитель Кайдер, впервые применив специальную аппаратуру, смог усилить эти звуковые колебания поверхности и обнаружить, опустить вместе при деформировании различных материалов металлов. Вот он, это первый был классический труд, в конце 50-х годов, это уже неделю подхватил весь мир, в начале 60-х годов активно развивалась этот штаток, Япония. И вообще, вот почему эти явления очень сильно ухватились, в чем его прелесть? Ведь если, когда говорим о диагностике, мы что-то там сканируем, что-то щупим ультразвуковое, мы посылаем сигнал, поотражаем, что-то определяем, здесь этого ничего не надо. Вот акустические явления относятся к пассивным методам, то есть материал сам рассказывает про себя и говорит, что ему плохо, больно, но он кричит. И мы этого обычно не слышим, вот с помощью аппаратуры можно усилить и об этом сказать. И вот тогда, в общем-то, казалось, что мы послушаем и все будем говорить. Вот первое определение акустических миссий, кстати, оно классически правильное. Это явление возникновения звукового материала в результате локальной динамической перестройки. То есть, когда у вас раскачивается весь объект, это не акустические миссии, это просто колебания. А когда локально днем возникает какое-то возмущение, и этот сигнал пошел вырегистрироваться, это и есть акустические миссии. Но прошло вот где-то примерно 20-25 лет, и с тем, что очень похожие колебания возникают при других, например, при коррозии, при трении, ну и тогда кавитации. Все это не классическое пустические миссии, но абсолютно такие же средства регистрации и обработки. Поэтому сейчас это гораздо шире. Фактически все, что связано с излучением объектов в результате облысных возникновений, все относятся к методу пустических миссий. Ну вот еще раз я хочу сказать, что смотрите, поскольку в материале может быть одновременно много источников этого звуководключения, в результате возникает море колебаний. Как в этом разобраться? Вот оказалось, что это все, вот когда в 60-е годы, в Советском Союзе началось это, конечно, в 60-е годы бунт, отмечаясь на 70-е годы, начало 80-х, когда практически все школы научные, которые занимались или металлическими вещами, или там диагностикой, читали, необходимы иметь в себя в сети к методу. Потом ажиотаж прошел, что оказалось, что не все так просто. Ну вот, поскольку Кайзер впервые обнаружил в сети к методу пустических миссий, сейчас немножко об этом поговорим. Вообще, самое известное явление, это излучение вот этого пика кустических миссий, а это в дефункционной кривой приходится на переход информации в пустую область. Это практически на всех материалах, слева это медь, справа это магний склад, то же самое вот это зеленым отмечено, это пик кустических миссий. Он находится иногда в пазе, в круговой области, иногда чисто на пределы текучести. Вообще, почему вот в это время идет пик, а потом в классике формация идет, а вдруг все меньше? Что-то это не очевидно, совершенно было. Тогда же в 70-е годы проанализировали. Да, вообще абсолютно однозначно, что этот звук связан с движением дефектов материала. Это могут быть дислокации, это может быть выникование и так далее. Но именно дефектов. Если вы нагрузите материал до определенного напряжения, разгрузите и будете нагружать до этого напряжения, никакого звука нет. Только когда вы превысите то напряжение, которое было до синего предыдущего случая, снова появляется звук. То есть все, что прозвучало при одном уровне напряжения, он уже в второй раз звучать не будет. Это называется эффект кайдер. Так вот, когда проанализированы возможные источники кайдер, на самом деле гораздо больше, вообще любые дисфункционные реакции, они должны вызывать звук. Это отрыв от точки закрепления или там движение ускоренное с локации, выход на поверхность и так далее. Со мной непонятно, почему, откуда взялся пик и с чем он связан. Я сейчас не буду очень много оценивать внимание, вот этому вопросу, половину моей дефекции было посвящено, скажу, что пик и с чем он связан с выходом с локацией на поверхность. Вот один только результат, очень характерный, я расскажу. Вот такой образец, который испытывался на сжатии, это внешний диаметр рабочей части, где большое, а внутренний, где он мог вообще быть равен нулю, то есть сплошной, а мог увеличиться. В результате получается следующая штука. То есть, когда мы вырезаем эту дырку, с одной стороны мы уменьшаем объем металла, а с другой стороны добавляем вот эту внутреннюю поверхность. И вот получается следующее. Если посмотреть на саду пика, то чем больше дырка, тем больше энергии. То есть, чем меньше объем, тем больше энергии. Вот это доказывает все именно поверхность. А связано это вот с чем. Когда дислокация выскакивает на поверхность, ну это примерно, как вот камень бросается в воду и пошла волна по поверхности. Если камень будет вылетать из воды, то такая же волна. Здесь вот дислокация какая-то большой скоростью вылетает на поверхность, образуются вот эти колебания. А пик, он связан с тем, что в первое время это наиболее легко сделать. Потом материал упражняется, скорости, с которыми он выходит на поверхность, уменьшаются. Ну, похоже, эксперимент был сделан на монокристаллах меда. Не буду говорить. Если там было равное соотношение объема и повески, то же самое получилось. То есть, то же самое же, кстати. А теперь вот немножко поговорим о спектре. Вообще, есть понятие есть энергия, вот эта пика, это энергия, а есть спектр. У каждого сигнала, может быть, если вы будете регистрировать, что получатся датчиком, то получится, и сигнал остается. Вот это вот, например, спектр, то, что вы видите на сонорах, это спектр шума. Обычно фон никакого дискримента не идет, просто общий фон, он всегда есть. Если вы будете, наверное, чисто медь, в принципе, то же самое, что может быть амплитудой побольше. Ну, это склад миды с 0,1% Германии. Ну, если вы разложите энергии по частотам, то увидите разложение энергии по частотам. Вообще, говоря, она отличается. Что значит отличается? Насколько отличается? Как отличается? Вот в конце 18-го року Мурайан предложил очень простой способ, ну, как бы одним числом характеризовать спектр. Он предложил следующее. Если вы возьмете площадь, вот мощность электронной площади, вообще говоря, вот эта площадь есть энергия сигнала. Она как распределяется по частотам. И вот будет некая срединная частота, которая делит всю площадь на две разные части. Ну, я назвал это медианом-частотой срединной. Как-то такой физический смысл особого нет. Ну, если у вас спектр уходит, появляется там высокочастотный компонент, то медианом-частотный будет вправо, а если вниз, то влево. Тогда, получается, можно один сигнал охарактеризовать как медианом-частотой. И еще энергия, это площадь. И получается, каждый сигнал можно охарактеризовать двумя параметами. Один характеризует его энергетику, а второй – частотный спектр. И вот, если вы будете в такой простейшей двухпараметрической системе откладывать активные импульсы, если их природа одинаковая, то они будут образовывать в такой кластер. То есть у них примерно сходная энергия, сходные медианые частоты. А вот если у вас будут они разные, то может и несколько кластеров. Ну, кластеры выделяются различными приемами кластерного анализа. В данном случае, это такая средняя. Смысл в том, что внутри кластера сигнал находится максимально близко к центру его, а в центре кластера максимально относительно другую долю энергетику. Ну, один пример вот такого кластера-анализа приведу. Это вот деформация чистой меди, вот он, один единственный кластер, который связан со скольжением, с локацией. Если вы возьмете с кластера, туда добавить 9% гермальные, то энергоэффектную облаковку уменьшается меньше 10-10 единиц, и становится возможным второй механизм формации двойникования. Вот это вот, знаете, вот это скольжение, это двойникование. Если вы увеличите размер зерна, то там еще добавляется, так называемая, ну, сосредоточен деформация, и сосредоточен локальная деформация, появляется третий кластер. Таким образом, достаточно простым приемом, можно определять, да, вы эти, кстати, все точки, которые в консультации кластера можете найти, и потом посмотреть, как далее появляются, с их генетикой появления. Если это интересно. А это часто очень интересно, потому что, ведь, чем хорошие эти путечки есть? Ну, когда вы делаете, допустим, проводите исследование дефункционных процессов, приходится останавливать какие-то, непонятно с какого времени, готовить шлифты, там, смотреть электронно-микроскопии, дорогой удовольствие, длительный. Здесь вот точно, значит, подскажешь, когда это надо смотреть, что происходит. Ну, а вот теперь как раз вот чувствительность. Чувствительность колоссальная, но это иногда и не очень здорово. Вот первый пример. Здесь вот был этот круг, это индентер по кругу царапает это монокристалл румения. Таким образом, когда вот он идет по кругу в индентер, он проскует все кристаллографические направления в этом монокристалле. Вот то, что вы видите, это след индентера. Видите, он разной толщины. Разная толщина просто потому, что разная твердость получается практически. Чем мягче, чем он глубже, тем ширина гораздо лучше. Ну, а здесь вокруг показано... Да, можно посмотреть действительно, что происходит, как бы, если показано через 15 градусов. Можно посмотреть, что там происходит на дне этой борозды. А справа, вот они бегут, кислока, все это, линия скрежения. Вот как раз здесь, видите, оно широкое, их много, а вот мы перейдем здесь к узкой, сейчас их практически нету, потому что им невыгодно образовывать все. И так далее. Все это можно посмотреть, а вот как ведут себя активные места. Сверху это энергия, а снизу это медиальная частота. Видите, она идет циклически через 20 градусов. Видим, как вот, в соответствии с крестолографией, меняет циклически. Я сейчас не буду более подробно, я тут расскажу. Еще более такой яркий пример. То есть, я хочу сказать, что цикл месяц абсолютно четко реагирует даже на крестолографические направления. И еще более яркий пример. Это тоже царапание. Это уже поле крестологии, это крупнозермейцы специально. Вот это, опять же, след инвентархов напрямую линей. Здесь показаны отдельные зерна. Их ориентация, это с помощью HB для анализа сделана. Кстати, обратите внимание, как инвентарь переходит в границу, здесь какой-нибудь большой скачок происходит, потому что границу нужно пересечь, чтобы ее перепрыгнуть. А вот что получается, какая пустичная миссия при царапане. Вот опять обращаю вас внимание, вот на что. Вот это показывало, где закончилась царапанность. Вот это естественный шум, а это полезный сигнал. Ну, как бы полезный сигнал чуть-чуть превышает вот этот вот шум. Ну, где-то в конце я расскажу, что вообще самое интересное, что, в самом деле, идет на уровне шума, вернее, самое, я бы сказал, с точки зрения диагностики, самое полезное. Однако, казалось бы, никакой особой разницы нет. Но если мы посмотрим, как изменяется энергией спектр, то увидим, что это, наверное, очень даже все законодательно. Вот сейчас мы с вами проведем такой эксперимент, он тендентр будет двигаться отсюда до конца, а как будет меняться энергия, и, наверное, все это положено. Ну, пусть еще... Вот справа, это как раз карта энерго-медионная частота. Цвет, это соответствует цвету зерна вот там, наверху. Обратите внимание, что каждое зерно, происходящее вот к нему, оно нашло свою область на этой карте энерго-медионной частоты. То есть, для респектральной характеристики, у каждого зерна оказались свои. Ну, это вот, я все-таки потихнула, что чувствительность огромная. Но хотя вот так все очень чувствительно, то есть, получается, она на все реагирует, как же все представить остальное. Ну, вот сейчас мы переговорим, поговорим, наверное, о более страшных вещах, это разрушение. И вообще, как бы, месяц, месяц изначально не предполагалось, что мы будем контролировать процессы разрушения. Вот таким образом мы комментируем всевозможные аварии. Ну, вот я сейчас хочу... Да, вот, я немножко опустил. Вокруг пассивных митий, к сожалению, существует много, так прямо скажем, поданных мнений. Одни говорят, мы, что слушали, все сказали, все замечательно, другие говорят, ерунда, вы видите, что будет лучше, ничего не скажете вообще. Все это грубости. Вот. И я хочу чуть-чуть, на самом деле, вот так. На самом деле, конечно, истинно посередине, но однозначно, что мне всегда, в частности, месяц, чувствовать то, что хотели бы мы слышать. Например, такие медленные процессы, как дефицитерные процессы, ползочность, даже сверх классических, они оказываются, этот звук, то практически не звучат. Вот я сейчас покажу вам заприную. Это высокопрочная сталь, пружинная. Вот ее диаграмма, то, что будет сопротивление. Если вы, ну, как обычно, для защиты пружин, обычно цинкует, и положено, вообще говоря, в подходе этой операции делать обезодораживание, чтобы во время электролитического цинкования водородь идет в материал, и откручивать материал. Но в данном случае обезодораживания не было. Вот можно посмотреть, что птички не есть, выросло, пластичность упала, что действительно материал откручивается. Видно, действительно, достаточно, вязко разрушили в первом случае, и крупы разрушили во втором. И все, действительно, да, откручивается, все в сих пор миссии замечательно видят. Даже можно найти какие-то сталии, я не буду на этом остановиться, как происходило в другом случае. Теперь другой вариант. Возьмем пластик из-под сталии это типа стали 20. Вот это исходное состояние, пластичность очень высокая, почти 40%, пик опустите к миссии на площадке и дальше все спокойно. А теперь мы наводораживаем эту жутсталь, то есть исходное состояние на 1 ппм содержание водорода, пусть наводораживаем в 100 раз больше. Обратите внимание, птички миссии вообще не изменятся, точно такая же, а пластичность отступала 10 раз. Кроме того, на изломе в первом случае чисто ямочный углом, а во втором случае это брестеревель характерная для наводораживаемого что-то называется рыбий глаз. То есть отрубчивое лицо и песни все это не слышно. Спрашивая, почему? Вот сейчас попробуем сделать вот этот тот же самый материал после водородного отступления. Вот есть вот этот характерный эффект рыбий глаз. Можно посмотреть отдельно по сетку. Вот она вот так выглядит электронная просторка. А теперь мы этот же материал испытаем уже при температуре уже с глазами. То есть там действительно полностью идет окрупчено, классическое окрупчено. Вот мы видим игла, весь он даже оказался почти не изменил форму, если все-таки есть утонение. Вот как выглядит классический хрусткий излом. А вот есть отдельная посетка. Классический хрусткий. Кстати, они очень даже похожи. В принципе похожи. Спрашивают это одно и то же или нет. Сейчас современные методы. У нас есть капокально-лазерный микроскоп, который позволяет очень хорошо в таких изломах регистрировать профилограммы. Фактически это получается профилограммы. Если вы сканируете эту поверхность, проведете где хотите плоскость, то увидите профилограммы, как изменяются сетки. Можно определить углы разъяснировки фасеток. Видите, они действительно такие угловатые, около 90 градусов. А это диаграмма расцепления к углам разъяснировки. она примерно 45 градусов. То есть поскольку это структура, то значит в основном есть 90 градусов пошло. То есть идет разрушение абсолютно по крестологическим направлениям. То есть это идет межзеронное разрушение. А вот теперь мы посмотрим вот пусть он заражен. Проведем этот виден. Видите, нет никаких характерных видов. Достаточно плавная линия. Совершенно другое распределение глоб разъяснировки. Здесь идет транспристолетное разрушение независимо от такой перцемографии. Вот это можно посмотреть еще на карте и без анализа. Вот это в жидком азоте. Видите, все трещины идет абсолютно в зерне в одном направлении. Никак не меняет направление. А вот когда откручено было водородом, то видите, идет трещина в общем-то как и удобнее. И сами зерна они тоже деформируются из-за этого не так хорошо пиклогрогротически выведаются. Можно это посмотреть еще в более крупном масштабе если она идет совершенно независимо. Так вот в чем суть значит? Часто считают скроводородом окручиваем идет ну как бы действительно материал окручиваем здесь совсем другой механизм здесь идет за счет увеличения пластичности вершины трещины трещины легче идти в платить информацию идти трещины легче только за счет этого а сутить комиссию это не слышно не слышно я опять в том что надо осторожно относиться вот это пример руталусное испытание это кремно-соя сталь обычный компактный образец надрез вот его вершинка а дальше при руталусном питании растет вот эта трещина диаграмм это изменение медиана частоты здесь много сигналов как изменяется медиана частота во времени ну или количество циклов видите как бы распределить вот одна группа сигналов как бы во все время не меняется а другая по второму нет если это средний ну вот так не будет какой-то один процесс один и тот же а другой все время изменяется ну на самом деле здесь все очень просто что у нас не меняется впереди трещины всегда идет классический формат то есть вот эти сигналы которые связаны с классической форматой а вот эти сигналы связаны с подростанием трещины чем длиннее трещин тем больше кэффициент силы напряжения тем больше скачки трещин энергии увеличивается медиана шага уменьшается потому что масштаб увеличивается то есть если посмотреть вот на ту картон которые уже не спират трещины здесь два пластика вот это пластический формат который почти меняется а пластик трещин он во времени растет в эту сторону медиана щитопада энергия растет таким образом можно отслеживать движение с половиной трещины ну теперь мы говорим о современных подходах до сих пор раньше весь подход канала декоративных месяцев включал следующий номер есть какой-то у вас он он всегда есть он это как бы все не опасно вот мы поставим уровень выше этого коина вот что будет превышать этот коин будет опасно вот собственно на этом все основано было ну смотрели какой интенсивность нарастает сигнал если быстро нарастает значит это более опасно и так далее но я вот еще раз хочу предпочтить что на самом-то деле все опасные времена начинаются еще они не такие высокие они начинаются на уровне фонах вот надо работать с ним ну пока мы побываем вот так это вот такое просто экзотичное применение акустических действий которое в нашей лаборатории было применено вообще очень красиво решили есть вот это здесь вот испытательная машина вот эта машина у нее в чем преимущество она может установиться колонной электронной микроскопы ведь все машины настроены как вот вы схватили другой захват идет и тянет здесь оба захват симметрично идут в разную сторону в результате который вы обраде анализируете центральная точка стоит на месте она с силой симметрии тогда вы можете с помощью оптики направить там у вас есть камера и фиксирует только с этой поверхностью вообще вот эти все дополнительные процессы вы с этим большими скоростями вот наша камера вот тут предлагала сделать 120 тысяч кадров в секунду представляете только 120 тысяч кадров в секунду а если у вас процесс идет минуту допустим это никакой памяти не хватит невозможно записать все это тогда было придумано как Миша Селедняк придумал делать вот что идет камера снимает и эти кадры результаты идут в бутер так вот если акустическая миссия не сопровождалась это потом стирается а если сопровождалась и таким образом за 10 минут составлялось только то что когда что-то происходило ну вот это было он тогда анализировал где-то в аморкных материалах образованные в таких полосах просят вообще была дискуссия с такой скорость происходит сделать ну я сейчас не буду там может еще вот там сверху вот этот концентратор вот здесь они начинают эти полосы растут сейчас они будут вы их увидите наверное уже все прошло да ну не важно в общем-то ну наверное плохо все-таки видно вот эти вот хвосты образуются то есть можно было померить зная сколько промежут между накадр насколько прорастает эта полоса в общем я вам скажу так скорость 120 тысяч кадров в секунду не хватает это в аморсном материале растет полосы локализованной деформации со скоростью практически гельской скорости звука ну вот теперь другой пример это собыча магнолит пласт заказ 60 или ма-14 по-нашему в нем такое распределение в нем вот такое распределение по зернам по размерам зерна теперь ну это уже достаточно известный прием если вы два кадра совмест рядом когда вы снимаете что происходит на поверхности если вы вычитаете из последующих кадров произведения вы увидите только что на кто изменился вот этот метод вычитания здесь вы увидите образование одного двойника вы поскольку по времену все придет к эмиссии можете найти сигнал который соответствует двойнику дальше вы проводите статистику по всем то есть у вас есть длинный двойник есть амплитудный сигнал пока это линейная связь а если вы теперь делаете распределение по по амплитудам то вот это распределение оно близко к распределению позору то есть двойники просто проскакивают через все зерно и фактически размеры зерна ну а вот теперь вот о критике вот этой медианной частоты вот посмотрите вот здесь три разных спектра вот есть инзонансный такой есть метки двухворда есть цирковолоса у всех у них медианная частота абсолютно другая а они же разные вот что делать действительно часто появляются вот такие распределения где-то такие классы конечно вы их можете вы все равно математику вы их определите только если в этом физическом сомнении тогда может быть совсем другой подход он заключается в следующем вот у вас непрерывная запись психики сейчас вообще всегда так делать дальше вы разбиваете всю запись это называется стрим на кадрах просто непривязанно ничего тупо последствия с какой-то подбитивностью дальше у каждого кадра определяется вот такой АЧХ строится и а следующий кадр сравнивается с предыдущим они как-то похожи если похожи ну в вопросе что значит похожи ну есть специальные методы сравнения тут надо только задать насколько они как-то не похожи там 30% 70% единственное таким образом вы группируете сигналы уже не по медиану кстати а по схожести всего аспекта это конечно уже намного дает более информативно то есть опять один только пример это модельная сталь так называемый трипс эффектом в одном случае идет выникование а в другом случае это может в процессе деформации идти еще дефонционное мартинситное превращение вот в этом состоянии стабильность здесь есть скольжение и выникование здесь можно выделить два пластера а в другом случае кроме первых круг еще есть мартинситное превращение еще вы можете сказать когда в какой момент это началось и действительно найти эту структуру вот теперь вот еще один ну как новый на самом деле этот подход придумал виноградов еще это где-то конец 90-х годов они провинции это смысл следующий вот важно не просто сигналы а последователь их во время если у вас процесс случайный по осознанию то они хаотичны приходят а если коррелированные то есть предыдущий сигнал связан с процессом который вообще то есть последний сигнал связан с предыдущим есть определенные обстояния по времени таким образом вы можете определять такой процесс случайный или коррелированный но для этого нужно знать точно времена приход вот этот специальный опять же не буду углубляться вот этот логовит он позволяет определять точность времена возникновения сигнала и таким образом вот например это монокрептомагния реформность это вот кривая растяжение типа стадия типа версты скользы на этом здесь мертвый скользы но на самом деле магний вообще магний чем отличается от всех других материалов в нем выникование начинается в посуде раньше чем скольжение вот такой материал необычный и вот здесь вот разным цветом показано красное это не полосомость а зеленое это полосомость вот накопление сигналов которые связаны с выникованием а это со скольжением вы можете в структуре посмотреть что это подтвердить ну вот здесь я буквально покажу почему выниковали в коррелированный процесс потому что например вот здесь прошел один двойник а я нам пристраиваться в другой системе они подсережены друг за другом то есть один проскатил следующий один вызывает другое может двойник выниковали в другом зерне он вызывает следующий поэтому процесс коррелированный вот этот важный принцип то есть на уровне шума можно выделить полезные сигналы путем фильтрации фильтров на самом деле очень много вот один из них мы уже вот эту картинку видели когда говорили про царапание сейчас я покажу вот этот сигнал который был на уровне царапания а вот после фильтрации что-то уйти сообразить внимание вот был фон по сравнению с основным после фильтрации он стал существенным мы видим что вот этот шум на самом деле состоит из многих многих импульсов вот выделим вот это время еще больше разрешения можно посмотреть вот впереди интернет видите впереди него идет дислотация линии скользения вы можете каждую линию скользения найти свой сигнал вот это что дает фильтрация я всегда такой пример привожу что когда надо говорить другу все отлично слышали если мы едем в метро или в речке точно так же говорим ничего не слышат все заглушает но информация не тут самую дает мы не понимаем друг друга поэтому когда на уровне общей формы есть полезные вещи надо уметь их находить ну и заключение буквально несколько примеров вот это пример диагностики это подшипник который ну я сурбином по-моему там около 20 тысяч оборотов в секунду это колоссальная скорость сейчас данная виноградова сделана в Японии на общение Тойота здесь подсравнивается вот сюда идет время испытания это всего наше 15 минут и он умирает по шутке ему надо вообще прожить всего 10 минут если вы увеличите это будет здорово сверху вот этой культетчки внизу вибродиагностика это накопление сигнала поветер некая энергия здесь это сигнал вибродиагностики он начинается по сути вот здесь что вот где начинается резкое увеличение колес сигнала с акустической внизу вот здесь начинается вибродиагностика но на самом деле не очень-то большая разница опять же я хотел , чтобы многие читают что вибродиагностики акустическая визу одно и то же есть принципиально разные вещи вибродиагностики когда у вас раскатывается вся конструкция она вся должна быть раскатываться тогда появляется вибрация Акустичка, конечно, наоборот, локальная, все остальное не стоит. А вот если мы это с вами сейчас разобрем во времени и примерим вот этот метр кластерного анализа, вот это первые секунды, вот шумовые сигналы здесь находятся, буквально там через 100-200 секунд вот он начал размываться. Но это еще ничего такого. А вот здесь появился совсем, вот был вот этот шумовой, а здесь новый класс, он появился где-то с 700. Смотрите, насколько раньше, чем активность пошла. То есть, вот измеряя, я что хочу здесь подчеркнуть, что именно спектральный характеристик прежде всего реагирует на какие-то изменения. Еще один пример, это контроль обычного двигателя внутреннего сгорания. Здесь два датчика остается. Это полный цикл работы каменвала, это 720 градусов. В разные моменты работы у цикла, видно, есть записи комиссии. Ну, оба датчика показываются абсолютно одно и то же, но я в основном не вам покажусь. Вот смотрите, здесь синяя и красная, это вот три, ну, это непрерывная запись в экспрессии. Если у вас, когда синяя, это штатная трючка, а второй неправильный, чуть-чуть у вас режим двигателя в другом режиме работы, все, сразу же энергия вырастает. То же самое можно посмотреть по энергии. Здесь вот, это тот же самый двигатель, если мы дольем разный бензин. Вот сигналы совершенно разделились. Понятно, что у вас, когда плохой бензин является детонацией, будет низкий, чуть-чуть энергии повышает. То же самое, если вы смеете, даже обогащение идет разное, все идет теплое разделение. То есть, одним датчиком вы можете реально диагностировать практически все основные работы двигателя. Ну вот, сейчас у нас к концу, на концу моего выступления. Я вот, что бы хотел сказать, буквально в январе будут засчитывать доктор, что инцентрация в Ижовске маршрут сотрудника Игорева. Она вся посещена как раз в диагностики на уровне шумовка. И это самое перспективное. Ведь сейчас метод перспективный, он как бы, он спасает от последних людей. Да, он начинает, вот пошла вот там, если есть сигналы, вы остановили процесс, слава богу, авария, когда тропа не дошла. Вообще говоря, объект уже вышел из строя. Его надо или заменять, или полностью ремонтировать. И самое-то главное, найти намного раньше, когда еще не вышло. То есть, когда вы можете что-то предпринять, что-то отремонтировать, или в случае требуя угла, вы можете смазать. Там просто забилось, канал смазать внизу, надо просто прочистить, давление увеличить. Так вот, это для этого будущего. Вообще, смысл-то в чем? Наиболее, на мой взгляд, актуально сейчас применяют методы для контроля динаметчиков работающих систем, особенно, которые циклички. Ну вот, тут турбина работает. И каждый раз делает один и тот же круг. Вот в чем заключается смысл вот новой диагностики? Вы, когда писали один круг, это у вас какая-то мелодия. Всегда сигнал есть, всегда есть мелодия. Следующий круг, та же самая мелодия. Мелодия повторяется. И только с какого-то времени в этой мелодии появляется фальшивая нота. Все. Значит, внимание, если надо, следите. Еще дальше, дальше. Вот это, то есть, в методе психических миссий нельзя говорить об абсолютной цифре, абсолютной частоте. В другой даче частоты немножко пополнить. Чувствительные травмы, может быть. Но относительно, значит, они себя будут. Ну, собственно, практически все. Я тут уважаю многоденную смысловую коллективу, потому что, ну, это в работе не одно десятилетие. Сейчас тут покажу. Ну, самое главное, осталось за кореем. Спасибо за внимание.